Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Будет ли это зимой в Саране тепло? Власти города говорят да, но жители Саране не верят в это. Почему? Смотрите наш сюжет. Будет ли тепло в домах? У жителей Саране нынешней зимой неизвестно. Местные власти обещают, но люди не верят. Почему? Узнавал Николай Кровец. Вчера 29 июля состоялся прямой эфир с участием Нурмухаммета Абдебекова, главой карагандинского региона. Жители напрямую по телефону и с помощью смс-сообщений задавали Акиму области наболевшие вопросы, на которые получали полные ответы. Уже пять лет в Саране хотят построить новую городскую котельную. Правда, прокладывать трубы и закупать специальное оборудование стали только в этом году. Но местные жители не верят в то, что нынешней зимой в их дома придет тепло. А городские власти и подрядчик говорят обратное. Николай Кровец разбирался в ситуации. И потому, как отвечала наша администрация, я не верю. Я так думаю, что, наверное, этот год у нас будет катастрофа. Так жительница Сарани Катерина Ткаченко говорит о строительстве нового городской котельной, которую стали возводить еще в начале года. Лето уже скоро закончится, а люди до сих пор не знают, будет ли тепло в их домах нынешней зимой. Отопительную систему никто не проверяет и не ремонтирует. Котельная, за которой закреплен многоэтажный дом, где проживает женщина, больше не работает. Поэтому буржуйки из квартир люди пока не убирают. Возможно, они им пригодятся. Буржуйки – это, конечно, извините, возврат в прошлое, но, по крайней мере, я маму свою попросила буржуйку не выкидывать. Но, вы знаете, если мы перейдем к буржуйкам, то я считаю, что это уже, не знаю, ни законы наши не выполняются в Казахстане, ни ответственности нет руководителя. Если мы перейдем к буржуйкам, это конец вообще. Это конец. О дальнейшей судьбе 20 котельных сараний, которые временно приостановили свою работу, сегодня хотели спросить руководителя города. Правда, Анатолий Шкаропа навстречу не пришел, зато приехал его заместитель. Мирам Кожуков отметил, что ряд услугодателей, прошедшую зиму, не выдерживали температурных параметров. В домах было холодно, люди мерзли. Поэтому новая городская котельная просто необходима сарани. На ее строительство выделено порядка 5 миллиардов тенге. Она позволит улучшить подачу тепла в квартиры горожан. Правда, работу кочегаров теперь будут выполнять не люди, а компьютеры. 200 сотрудников котельных из сарани могут остаться без работы. Но местные власти обещали им помочь. Только когда – неизвестно. Но люди уже сегодня ищут организации, где нужны специалисты. Я уже объяснял, что стоит 4 монитора, мышка, компьютерная клавиатура. И этими приспособлениями оператор увеличивает, уменьшает температуру подачи топлива. Все это делает оператор с кабиной, которая, ну так сказать, с операторской. По словам генерального подрядчика, по строительству городской котельной в Саране на данный момент смонтировано 2 котла. До 20 августа планируется установить еще 2. К отопительному сезону все будет готово. Подрядчик обязуется до 30 сентября сдать свою работу. Поэтому работы ведутся в графике. Сейчас в ускоренном режиме. Мы очень долго дали оборудование, автоматизация. Сейчас на данный момент ведутся монтажные работы. В конце августа Жарыка обещает дать им дали энергию полностью. Мы подводим водопровод, канализацию. И я думаю, у нас почти 90% тепловой сети смонтированы. Затем, как идет строительство новой городской котельной в Саране, наблюдают местные власти. Ожидается, что в ближайшее время сюда приедет сам Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Руководство Саране уверяет, что все работы ведутся по плану. И до начала отопительного сезона всех жителей подключат к центральному отоплению. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев. Первый. Карагандинский. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков отчитался перед жителями региона в онлайн-режиме. Напомним, вчера, 29 июля, состоялся прямой эфир с участием главы региона. Жители с помощью телефонных звонков и СМС-сообщений задавали наболевшие вопросы. Ряд из них касался отопительного сезона, учебника, восстановления пострадавших после наводнения зон и резонансного сокращения заработной платы в компании Арселор Миттл Тимиртау. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков ответил на все вопросы интересующих граждан. По его словам, ситуация с сокращением заработной платы на предприятии Арселор Миттл Тимиртау под контролем. С нашей стороны мы осуществляем соответствующий контроль за ходом рассмотрения этого вопроса. Наша инспекция по труду наблюдает. И если там вдруг какие-то будут отклонения, то, конечно, будут приниматься соответствующие меры, которые весь этот процесс в законное русло приведут. В этом году родителям лучше самим позаботиться об учебниках для своих школьников. Так глава региона пояснил ситуацию с учебным пособием. Несмотря на выделение бюджетных средств, денег на всех не хватит. В первую очередь книги получат дети из социально уязвимых семей. Поэтому вот вам, как маме, я бы рекомендовал все-таки постараться обеспечить школьников своих учебниками по возможности самим. Почему я об этом говорю? Потому что ряд как раз учебников, которые необходимо обеспечивать, ранее выпускались, сейчас они не выпускаются. Также глава региона успокоил граждан затопленных районов. Из 118 аварийных дорог на 115 движение уже восстановлено. Оставшиеся три обеспечены объездными путями. За текущие шесть месяцев реализованы проекты карты индустриализации по изготовлению брусчатки, строительных материалов и инертной пыли в Шахтинске. А также уникальный проект в Осокаровском районе по производству сухого кайбыльевого молока. До конца года планируется реализовать еще девять проектов, причем часть из них в сельских районах. Будут открыты два новых частных детских сада на общую численность около 500 мест. Отвечая на вопрос работника областной челюсти на лицевой больнице, Нурмухабет Абдебеков обещал дать соответствующие поручения Акиму города. В скором времени проблема проезда по улице Ержаново должна решиться. Аймамрина Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня Международное сообщество отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми. К этой масштабной акции присоединились карагандинцы и организовали одноименный автопробег по улицам шахтерской столицы. Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь женщин, мужчин и детей. Она лишает их человеческого достоинства. Торговцы вводят в заблуждение людей, превращая их в жертв, заставляют быть объектом эксплуатации. Самой известной в мире формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, принудительный труд и попрошайничество. Поэтому агентства по борьбе с организованной преступностью совместно с Обществом содействия автомобилистам ОСА организовали акцию «Остановим торговлю людьми вместе». «Эта проблема, она вообще насущна. Еще со времен Советского Союза такая проблема существовала. Если кто помнит, вот был такой фильм «Оскамышевый рай». Это вот в районе Балхаша, то есть на основе вот таких событий. И проблема, в общем-то, она и до сих пор актуальна. Поэтому мы, в общем-то, ну и наше общественное объединение, но мы хотим привлечь к этой проблеме как можно большее количество людей». В день акции участникам пробега раздавались буклеты. Для этого выбирали самые оживленные места в городе. Это Центральный парк культуры и отдыха, торговые центры, автобусные остановки, предприятия и учреждения всех форм собственности. Автопробег по улицам Шахтерской столицы с плакатами помог привлечь к проблеме торговли людьми в Карагандинской области. «Сегодняшняя акция организована нами совместно с госструктурами, то есть с ДВД Карагандинской области, с общественными организациями ГИАЦ, Мир Добра, Красный Крест. И сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми. И эта проблема является всемирной, и она также имеет место быть у нас в Казахстане и у нас в Карагандинской области». За шесть месяцев текущего года в Карагандинской области по фактам торговли людьми возбуждено 24 уголовных дела. А в отношении трех руководителей саун, которые предоставляли для занятия проституцией свои помещения, на каждого из них был наложен штраф в размере 100 МРП. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Ветераны Карагандинской области хотят напрямую заняться воспитанием подрастающего поколения. Сегодня пенсионеры и активисты подписали меморандум с партии Нур-Утан, ассоциацией гражданские альянсы и профсоюзным центром нашей области. Теперь дружная коалиция будет отслеживать успехи и начинания молодежи. Также они планируют реализовать ряд социальных проектов партии Нур-Утан для улучшения жизни каждого казахстанца. В зале партии Нур-Утан за дружеской и непринужденной обстановкой собрались активисты из числа ветеранов, партийные работники, члены профсоюзов. После обсуждения предстоящих планов совместной работы они подписали меморандум. Председатель областного совета ветеранов Урал де Тори Гожин считает такое сотрудничество необходимым. Кто, как не старейшины, должны быть на страже идеологии подрастающего поколения. Ветераны, они, конечно, по мере сил и возможностей работают среди молодежной среды, передают им свои знания, свой опыт. Особенно это нужно сейчас, когда скрывать нечего, кое-где проявляются элементы нарушения правопорядка. В рамках подписания данного меморандума его участники будут рассматривать проблемные вопросы как молодежи, так и других членов общества, начиная от проблем развития малого и среднего бизнеса, заканчивая взаимоотношениями сотрудника и работодателя. Осуществляться это будет через общественные приемные. Положительные в работе общественных приемных наших, что 40% вопросов, которые возникают, вот то, что мы говорим, невыплата заработной платы, мы решаем сразу, на месте. Потому что мы привлекаем на прием работодателя, привлекаем уполномоченный орган и здесь же сразу выясняем эту ситуацию. Также меморандум о сотрудничестве поможет реализовать стратегию 2050, поясняют организаторы встречи. Они готовы рассмотреть все поступающие вопросы и обещают помочь в их решении. Айамамрина Айденджакан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Дети из лингвистического центра Шанрак-дер-Фроиншафт мечтают о дружбе народов во всем мире. Об этом они рассказали необычным способом. Станцевали флешмоб и блеснули знаниями языков. И все это под эгидой 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Лингвистический лагерь Шанрак-дер-Фроиншафт собрал под своей крышей около 40 мальчишек и девчонок. Здесь они изучают языки, общаются, дружат. Несмотря на разный возраст и национальности, всех их объединяет любовь к родине. И одна общая мечта – дружба народов. Ученица 9 класса Илона Мартыненко посещает этот лагерь с начала каникул. По ее словам, это лучше, чем просто шататься по улицам. Ведь здесь их учат не только иностранные лексики. Кредо собравшихся – дружба. В данном лагере можно найти много новых друзей. Мы играем каждый день, учим языки и просто хорошо проводим время. Наряду с иностранными языками дети изучают и государственные. Каждый из них уже немного говорит на казахском. Организаторы и педагоги лингвистического лагеря считают, что знание языков поможет детям раскрыться и быть толерантнее друг к другу. Это действительно надо подрастающему поколению давать понятие о том, что такое толерантность, что такое дружба народов. То есть, сохраняя немецкую идентичность, культуру, традиции, обычаи своего народа, в то же время, чтобы дети понимали, что они не в вакууме живут, что вокруг них живут разные народы со своими традициями, обычаями, культурой, языком. В лингвистическом лагере Шанрах-дер-Фруйншафт дети получают знания бесплатно. Организаторы стараются сделать досуг подрастающего поколения интересным и познавательным. Аймамрина, Исламбекус-Пан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Состоялась 36-я внеочередная сессия Карагандинского областного маслехата. Депутаты решали вопросы изменения бюджетной политики на 2015-2017 годы и о предоставлении лекарственных средств специализированного лечебного продукта дополнительно. В работе сессии приняли участие Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, секретарь областного маслехата Нурлан Дулатбеков, депутаты, руководители государственных органов. По вопросу внесения изменений в решение 31-й сессии областного маслехата об областном бюджете на 2015-2017 годы, с докладом выступила руководитель областного управления экономики и финансов Ольга Черернявская. Основной причиной уточнения послужило выполнение поручения главы государства, данного на 21-й сессии Ассамблеи народов Казахстана, своевременного жизнеобеспечения населения лекарственными средствами, которые не имеют возможности в самостоятельном их приобретении и доведении до минимальных объемов трансфертов общего характера по дорогам. В бюджете предусмотрены средства на завершение строительства здания в Караганде под Дом дружбы. По вопросу предоставления лекарственных средств выступил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Просим поддержать выделение 25 миллионов тенгель. Данные средства будут направлены на приобретение лекарственных средств для лечения детей с эпилепсией, врожденной легочной артериальной гипертензиями, другими сложными и тяжелыми заболеваниями, в том числе врожденными. Выделенные средства, приобретенные лекарственные препараты будут способствовать эффективному лечению указанных детей. Прошу поддержать. Депутаты приняли решение о дополнительном предоставлении отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатных лекарственных средств. Контроль за исполнением решения возложили на востоянную комиссию областного Маслихата по социально-культурному развитию и защите населения. По предложениям администраторов бюджетных программ, при уточнении бюджета учтено перераспределение средств между администраторами программ в пределах средств, предусмотренных в бюджете, за счет сложившейся экономии по итогам государственных закупок. Строить по-карагандински значит работать на доверии. Глобальную реконструкцию тепловых сетей по улицам Ленина, Гоголя и проспекту Нуркена-Абдирова подрядчики начали авансом. Финансирование же из республиканского бюджета по программе Нурлыжол начнется лишь с середины августа, однако большой почин в самом разгаре. Как идут работы, интересовались депутаты карагандинского городского Маслихата. Прежде чем отправиться в рейд по проверке хода работ на тепловых сетях, депутатская фракция городского Маслихата партии Нуратан провела совещание по наиболее острым вопросам подготовки города к отопительному сезону. В этом году по государственной программе Нурлыжол было выделено 2 миллиарда 7 миллионов тенге на реконструкцию и ремонт тепловых сетей города. Большой передел проводится по улицам Ленина, Гоголя и проспекту Нуркена-Абдирова. В планах у коммунальщиков обновить несколько десятков километров трубопроводов. Однако свой выезд депутаты начали с нареканий по поводу перекрытия улиц, неудобного для транспортно-пешеходного потока. Мы даже в газетах печатали это согласование. Вот все это разрытие, все эти проезды, все это согласовано. Значит, она, как говорится, транспортным потоком все это ответит. Вы согласовали, говорят, можно ездить, все, тупиков нет. Но мы сейчас стоим. Это загроможденный материал для работы. Если сейчас просто мы легковые машины с грузовыми перемешками пойдут, это большая аварийность будет. Чтобы выяснить, можно ли было поэтапно проводить работы, депутаты обратились к графику, проверили количество техники и убедились в качестве лабораторного контроля сварных швов клетий. Кстати, трубы с изоляционным слоем укладываются наши, карагандинские. Правительство пошло нам на встречу, выделило эти средства. Это бюджетное кредитование, которое в итоге, конечно, нам придется возвращать. Оно по-любому на возвратной основе у нас. Но то, что делается, это делается надолго. Подрядчики обещают, что к 1 октября будет завершена реконструкция теплосети, а к ноябрю завершат и благоустройство. Проблема в том, что финансирование по государственной программе начнется только в августе, а пока ремонтные работы ведутся за счет средств подрядчиков. Тут-то и проявляется карагандинский патриотизм. Фирм, работающих на ремонте и реконструкции тепловых сетей, со стороны нет. Все карагандинские и все знают нужды родного города. Проблемы, конечно, есть. С одной стороны, это первая проблема. То, что сметы у них были сделаны в 2012 году, с тех пор не индексировались. После этого, естественно, есть определенные инфляционные процессы, которые наша нормативная система ценообразования предполагает ее индексацию. Индексация не была проведена. На сегодня поставщики готовы отпускать трубы даже без предоплаты. Говорят, взаимозачет проведут позже. Горожанам надо лишь немного потерпеть неудобства. Ненадолго. Насколько это обоснованные были эти перекрытия, насколько это соответствует транспортным потокам и наличие определенных дорожных знаков. Поэтому просто, наверное, мы будем разговаривать с представителями дорожной полиции. А зато потом, в течение 10-15 лет, улицы, на которых проживают карагандинцы, никто раскапывать не будет, уверяют тепловики. А с вашим корреспондентом поделились еще одной прекрасной новостью. По центру проезжей части улицы Ленина будет проложен пешеходный сквер, прямо как в 60-е годы прошлого столетия. Сергей Высокосов, Исламбек Успанов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Пригласили на 100-летний юбилей. Депутаты городского Маслихата накануне исчезли почетного гражданина Караганды Василия Павловича Кузнецова. Заслуженному энергетику СНГ и Казахстана в среду исполнилось 90. Ветеран войны и труда полон сил и оптимизма. Гостей из Маслихата он пригласил отпраздновать с ним свой 100-летний день рождения. Василий Павлович Кузнецов во всем заслуженный. По части энергетики с ним до сих пор советуются представители этой отрасли, как с Казахстана, так и с ближнего и дальнего зарубежья. Ветеран войны – прекрасный пример и замечательный советчик и для нашей молодежи. В Караганде Василий Павлович живет 60 с лишним лет. По зову сердца, когда-то он не вернулся на родину в Москву. Остался здесь, вместе со своей семьей. В 90-летний юбилей Василия Кузнецова поздравляли и коллеги энергетики, и местные власти, и народные избранники. С пожеланиями долгих лет здоровья виновнику торжества вручили цветы и подарки. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. До свидания.